здравствуйте мои дорогие сегодня снова с вами я инга топчей и очень рада вас видеть на своем канале сегодня мы с вами поговорим о дизайнах о быстрых дизайнах которые вы возможно еще не умеете делать очень хочется вам показать как работают мои мастера как они делают дизайн и рисуя на ногтях ну что будем смотреть поехали итак к нам учебный класс пришла модель которой ученики делали маникюр и она достала фотографию дизайна ногтей попросила сделать ей вот такой собственно дизайн утенка до фида для того чтобы сделать утенка нужно было сначала нанести подмалевок желтого цвета который будет определять размер дизайна чтобы он поместился целиком на маленьком ноготке этот желтый подмалевок определяет нам плюс а то что сейчас преподаватель рисует черным черной гель краской будет определять голову обозначать голову на которой впоследствии она будет рисовать глаза краску лучше всего брать такую чтобы она не растекалась разные стороны и было укрылистой то есть вы могли нарисовать ее сразу не повторяя еще раз чтоб она не просвечивала мы в учебном классе используем краски и гейлаки виде сам это немецкая продукция если вы захотите ее купить в интернет магазине то внизу под видео найдете промо код со скидкой в 15 процентов для заказа в интернет магазине виде сам а пока мы с вами болтали мастер уже рисует глаза глаза это особенная часть дизайна очень важно их нарисовать интересными смотрящими в одну сторону как правило тогда ваша зверюшка будет очень интересная мастер нарисовала моно бровь кстати не забывайте сушить периодический дизайн иначе он будет немножко подплывать а теперь начинается прорисовка клюва клюв будет сдвинуть на одну сторону но у него есть свои нюансы поэтому обязательно внимательно если срисовываете с картинки внимательно на нее смотрите где-то линии толще где-то линии потоньше вот ведь толстая линия обозначает рот чуть потоньше там еще у нас будет затемнение ну и вот смотрите у нас уже появляется утенок какой красивый сейчас ему нарисуют ноздри и почти он будет готов но это еще не все не забываем сушить в лампе каждую деталь а теперь оттенение нарисовали шею и оттеняем клюв для чего делается оттенение для того чтобы дизайн смотрелся объемным то есть то что темнее будет смотреться дальше а то что светлее то что мы не оттеняли будет смотреться ближе соответственно появляется объем в дизайне обратите внимание что мастер растягивает оранжевый цвет так чтобы он плавно переходил в желтый чтобы не лежал просто кускок а теперь самое интересное продолжаем делать глаза глаза оживляют любую фигурку смотрите вот не было ничего и вдруг появляются утенок с эмоциями а если мы еще поставим ему зрачки ну то вообще будет как живой смотрите раз и два ожил утенок не забыли его высушить а теперь еще перст указательное надо нарисовать да на другом пальце но это вообще быстро сначала палец обрисовывается затем кулачок часть руки это очень быстро я еще добавила скорости чтобы вам долго вас не мучить все черной красочкой отведи сам и для того чтобы делать оттенение черный обязательно нужно высушить вот мы высушили и теперь белой красочкой делаем оттенение так чтобы это было понятно что кулачок зажатый указательный палец вытянут рисовала мастер кисточкой 9 миллиметров это та которую мы рисуем вензеля ну а теперь нам осталось привести в порядок нанести топ от компании вити сам 5507 он без липкого слоя идеально наносится сам выравнивается не скалывается очень долго блестит ну и как вам посмотрите мы убрали пыль как вам дизайн шикарный алина молодец вот какая красота получилась для фотографии мне очень понравилось я сняла для вас ура надеюсь вам понравилось мое видео если вы досмотрели до конца в данном случае я подловила своего мастера и она делала совершенно простейший дизайн то есть для вас его повторить теперь не составляет труда поэтому ставьте мне лайк и моему мастеру пишите комментарии чтобы вы еще хотели увидеть от нас а мы каждый понедельник выписываем для вас новое видео до новых встреч пока